Всем привет! Вы на канале Интерлинг, а с вами как всегда я, Андрей. И сегодня настал тот день, когда мне нужно обслужить свой ПК. Полностью выполним чистку, а также замену термопасты. Вообще, обслуживание ПК полностью надо производить раз в год. И посередине между этим сроком надо продувать от пыли, тем же феном и чистить пылевые фильтры. Свой ПК я собрал 7 месяцев назад и уже буду делать полное обслуживание системы. Почему так рано я это делаю? Да потому что мой ПК работает чуть ли не 24 на 7. И именно из-за этого придется делать полное обслуживание именно сейчас. Вообще, в других реалиях мы должны были это с вами делать. Я хотел поставить более эффективную водянку и новый корпус. Но ситуация в стране, к сожалению, разрушила все мои планы. Как бы не было это печально, поэтому адаптируемся под ситуацию. Давайте приступать. Моя чистка вам может показаться странно, но всю жизнь обслуживаю ПК я именно так. Нам понадобятся влажные салфетки, желательно, конечно, на спиртовой основе, но под рукой у меня их не оказалось. Набор отверток для полной разборки ПК, ватные палочки, они помогают пролезть в труднодоступные места. Также понадобится супер чемоданчик. Там у меня стяжки, термопаста и дополнительные болты. А также кисть для очистки плат, где нельзя очищать салфетками. Также за кадром нам понадобится, то только из-за того, что у нас нет попросту спиртовых салфеток. Это жидкость для очистки окон. Она на спирту и плюсуем к ней туалетную бумагу. Получаем, так сказать, спиртовые салфетки. Позже расскажу, где и зачем понадобится. Заранее провел тесты температуры и получил, что при 100% нагрузке процессор греется до 82 градусов в пике. Ну и уровень шума я также на слух примерно зафиксировал. Да, горячо, потому что процессор сам по себе горячий, а водянка не самая эффективная. Приступаем к чистке. Для начала нам нужно полностью разобрать ПК. Начинаем с видеокарты. Тут ничего сложного нет. И да, чистить видеокарту в этом видео я не буду, так как месяц назад я проводил ее полное обслуживание при покупке. Поэтому сделаем это в отдельном видео. Сняв видеокарту, приступаем к снятию водянки. В этом моменте будьте аккуратны, для того, чтобы не поцарапать медную вставку на помпе. Сняв помпу, видим, что на удивление термопаста начала уже прикипать. То есть я выбрал идеальный момент для обслуживания. Теперь снимаем радиатор. Сняв полностью водяное охлаждение, приступаем к передней панели. Она снимается для многих страшно. Снизу есть выемка для руки. Беремся за нее и резко дергаем. Вот и все. ПК для чистки разобран более чем достаточно. Начинаем чистку с передних винтов. Снимать их не обязательно. Их спокойно можно прочистить, не снимая, с помощью влажных салфеток. По мере загрязнения салфеток меняем их. Теперь почистим пылевой фильтр блока питания. Вытаскиваем его, промываем от пыли. Ждем, пока высохнет и ставим обратно. Кладем ПК и начинаем вычищать абсолютно все от пыли. А также полностью вычищаем термопасту с процессора. Заодно снял задний винт для того, чтобы его подсоединить по-другому. Чтобы он полностью был связан с тремя передними винтами. Так регулировка через биос будет гораздо удобнее. И да, когда чистите процессор от термопасты, после полной зачистки влажными салфетками, берем туалетную бумагу в несколько слоев и брызгаем на нее стеклоочиститель. И вычищаем все до идеала, чтобы не было ни единого развода. А если есть салфетки на спирту, делаем это с помощью них. Готово, наш ПК без компонентов, которые мы сняли, был полностью вычищен. Теперь приступаем к чистке передней панели. У кого спереди сетка, тем конечно повезло. Но у нас тут стекло, а по бокам сетка. И она не съемная, это очень неудобно. Поэтому с помощью салфеток прощаем как можно со всех сил. За кадром поставил переднюю панель на место. Теперь приступаем к чистке СВО. Для этого первым делом снимаем два винта. И видим тонны пыли, которые влияют, во-первых, на температуру, а также создает дополнительный шум. Все это нужно прочистить. Сняв винты, сначала убираем салфетками пыль с радиатора. И она превратилась в плотные слои, поэтому убирается на самом деле не тяжело. После чего продуваем радиатор феном. Теперь радиатор полностью чистый. Берем салфетки и чистим медник на помпе от термопасты. Потом проходимся спиртовыми салфетками. Чистим это до идеала. За кадром я уже почистил винты, теперь фиксируем их на радиаторе и водянке. Осталось самое приятное, это собрать ПК в обратном порядке. Начинаем с радиатора СВО. Фиксируем его на верхней крышке. Кладем ПК на стол и начинаем наносить термопасту. Я всегда использую МХ4, за свои деньги топ. Конечно, хотелось бы какую-нибудь гризли попробовать, но цены на нее бешеные. Термопасту наносим ровным слоем, тут правило чем больше, тем лучше не работает, если что. После того, как нанесли термопасту, крепим помпу на место. За кадром я также подключил на место все провода и стянул стяжками. Финальное ставим видеокарту на место. Вот и все, чистка ПК полностью готова. Теперь при замерах температурах я получил уже 78 градусов максимум. Что заметно, лучше чем было. Выигрываю 4 градуса и да, по ощущениям она стала реально намного тише. Это такой краткий гайд, как это быстро сделать, а главное легко. Напомню вам, чтобы ваш ПК проработал очень долго, обязательно чисти его полностью раз в год. А раз в полгода продувай его от пыли и чисти пылевые фильтры. Ну а если у тебя ПК также работает 24 на 7, может делать это чуточку чаще. Ну и топовый гайд прямо для самых новичков есть на канале Велсон. Ссылку в комментариях оставлю, если не забуду. А на этом все, всем спасибо за просмотр с вас. Как всегда лайк, подписка на канал и комментарий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok